В Теренбурге сегодня обсуждали нашумевшую инициативу общественной палаты форсайт-проект Детство 2030. По нему, в частности, предполагается вживлять детям специальные чипы и закачивать туда информацию. Кроме того, само понятие «семья» предлагается признать устаревшим. Против этого проекта уже выступили уральские родители. Они предлагают свою альтернативу. Какую, выясняла Алена Васильевых. Это сайт нового форсайт-проекта Детство 2030. Его предлагаемые идеи – настоящий вызов общественности. Делится мнением председателя Екатеринбургского родительского комитета. Во-первых, через 10 лет, прежде чем родить и воспитать ребенка, у родителей должна быть лицензия. Во-вторых, разработчики форсайт-проекта предлагают встраивать в кору головного мозга ребенка специальные чипы. 2018 год. Устройство для загрузки информации на кору головного мозга. Это я не бред говорю. Это форсайт, который толкает общественную палату. Эксперименты с чипами идут вовсю. В мозг мыши вживили микросхемы. Получилось радиоуправляемая мышь. Теперь таких грызунов планируют использовать для поиска пропавших под завалами людей. Микрочипы вживляют и людям. Мозг еще плохо изучен, чтобы контролировать его полностью. Но влиять на некоторые процессы можно. Детство 2030. Что кроется за этим привлекательным названием? В чем суть и в чем опасность этой инновации? Что можно противопоставить ее введению? Такими вопросами задалась наш корреспондент Светлана Ладина. Ее сюжет продолжит тему. Вы слышали что-нибудь о форсайт-проекте детства 2030? Нет. Слышали ли вы что-нибудь о форсайт-проекте детства 2030? Нет. Нет, не слышала. А ювенальной юстиции? Тоже, по-моему, нет. Нет. Нет, не слышала. Нет, сужение ничего. А ювенальной юстиции? Нет. У тех же, кто форсайт-проект детства 2030 и видел и слышал, Первая реакция, как правило, следующая – это или бред, или провокация, или фантастика. У кого-то возникают ассоциации с произведениями Оруэлла, братьев Стругацких или Юлии Вознесенской. Однако поддержка проекта Общественной палаты России говорит о том, что все более чем реально. Это не провокация, это реальный проект, который пытались на самом деле протащить. Еще в мае 2010 года Сергей Владимирович Писарев, президент фонда «Русский предприниматель», узнал о проекте, призванном на первом этапе разрушить традиционные семьи и отнять детей у родителей, а завершиться поголовной чипизацией и генной модификацией детей еще в утробе матери. Однако все попытки бить тревогу тогда успехом не увенчались. Люди не верили в то, что подобное возможно. Сомнения рассеялись после того, как форсайт-проект «Детство-2030» был представлен на выставке «Экспо-2010» в Шанхае в качестве российской инновации, а на декабрь минувшего года было назначено его рассмотрение Государственным советом. «Детский павильон «Экспо-2010», пресс-центр РИА Новости» в Шанхае. Хочу вас познакомить с нашими гостями. Сегодня у нас в студии присутствует Светлана Сергеевна Журова, висец-спикер Государственной Думы Российской Федерации, член общественной палаты Александра Васильевна Очирова, член общественной палаты Леонид Константинович Гусельников. ...мира в целом. Только тогда его жизнь будет осмысленной и комфортной. И вот в этом смысле духовное, нравственное, культурное просвещение очень важны. Я бы заканчиваю, хотел еще раз поддержать тот мегапроект, который здесь уже представлен, мегапроект «Детство», с которым выступила Алина Радченко. Мне кажется, что методически и технологически он дает возможность на уровне социального проектирования решать задачи и проблемы, о которых мы сегодня говорили. Спасибо. Спасибо. Москва, вам слово. Спасибо. Я сейчас передаю слово Сергею Алексеевичу Субботину. Пожалуйста. Мы продолжаем эту тему о пересмотре роли и мест детей в современном мире, потому что дети – это и есть будущее. И смотреть в это будущее нужно через призму детства. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. На мой взгляд, очень хороший, очень перспективный и заманчивый для Мурманска пилотный проект предложен «Детство-2030». Я думаю, что в самой ближайшей неделе мы рабочую группу в Мурманске проведем, установочное всещание будет. И там мы как раз будем рассматривать, что в реальном городе мы можем сделать для вот этого погружения детей во взрослую жизнь. Как создать те самые порталы, то есть места соединения взрослой жизни с детской, которые позволят не с позиции взрослых, не с позиции силы, не, так сказать, надменно с позиции более умных, а на равных позволить детям погрузиться в нашу жизнь. Очень важно использовать эту площадку для того, чтобы сделать Россию одним из лидеров формирования новой повестки в отношении детства. Сегодня вообще кризис, как говорят финансово, на самом деле кризис идеологический, кризис хоть какого-либо понимания, даже ближайшего будущего, не говоря уже вплоть до 50-го года. И Россия могла бы выступить лидером по формированию этой повестки дня. Каким должно быть будущего через переосмысление отношений к детству. Для родителей будет учреждена проверка их знаний и компетенций. Означает это, что родители, оказывается, не имеют изначально никаких прав на ребенка и обязаны еще доказывать государству, что имеют право его воспитывать. Ну, это могло бы показаться бредом, да, но мы знаем уже о ювенальной системе. Как раз она на это и направлена. И под предлогом защиты прав ребенка она будет разрушать семьи и служить тому, чтобы изымать из семьи и отрывать от родителей детей. Проводом для этого является обычно ненадлежащее содержание и ненадлежащее воспитание. Это как раз и будет символизировать, значит, безответственность родителей. Ну, под ненадлежащим содержанием понимаются трудные жилищные материальные условия семьи, ну, а под бедность в России легко подогнать там большинство, где-то процентов 70 семей, наверное. В том числе туда входят, войдут практически все многодетные семьи, неполные семьи, где ребенка воспитывает один из родителей. Таких семей у нас более 30%. Из этого, понятно, ребенка можно отобрать у любого. Система тотального изъятия детей с передачей их в воспитательное сообщество уже полным ходом создается под непосредственным руководством официального главного детского омбудсмена Павла Астахова. Выработку вот этой новой стратегии, которую мы могли бы обратить главам различных государств. То есть Россия как основной инициатор этой повестки дня, как площадка, которая позволяет эту работу организовать. И по результатам ее работы, я надеюсь, что с этим может выступить даже президент России, когда приедет туда на день празднования Дня России 28 сентября, он бы мог выступить к международной общественности, к главам государств, новой инициативой формирования повестки дня в отношении детства, как основному стратегическому ресурсу человечества, который сегодня требует основных социальных инвестиций. И цель проекта не скрывается. Там прямо написано, что цель это выращивание из наших детей, цитирую, конкурентноспособного человеческого капитала. То есть человек рассматривается не как нечто самодостаточное, как личность, как творение Бога, в конце концов, а рассматривается как человеческий капитал. То есть какая-то материальная стоимость, которая при соответствующих инвестициях может приносить своим владельцам, а хочется сказать раба, владельцам более высокую прибыль. Ну, как корову кормят, чтобы подоить, например, машину, чтобы ездила. Бензином заправляют. И наших деток, которые к 30-му году станут вполне взрослыми и годными для эксплуатации, планируются соответствующим образом к этой роли готовить. Как раз форсает проект, это как раз вот такая подготовка. Все говорят, умные люди, что главными и прорывными технологиями, инновациями в 21 веке будут социальные технологии, то есть нечто вложение человека. Так вот вложение человека они понимают в производстве биоробота, которых мы сможем поставлять во все цивилизованные страны. Вот. Значит, я немножко просто приговорю то, что скажет наверняка Максим Калашников. Он в Шанхае побывал на нашей этой выставке. Там есть город детства. Не скрывайте, что город детства, это паэльон, город детства, создан в рамках, ну, сразу же так человеку не скажешь, что детишкам вживлять, так сказать, чипы будут, да? Вот. А надо к этому готовить. Вот города, которые строят дети, как им нравится. Там есть незайка там всякие, да, все прочее. Но там есть и девочка к компьютеру, у которой чип в мозге, и она имеет возможность общаться со всем миром. Лапочка такая. Будущая русская девочка. Некоторые семьи, которые воспитывают детей в религиозной традиции или в соответствии с национальной культурой, станут всему этому сопротивляться. Но у таких консерваторов детей просто-напросто принудительно будут изымать с использованием ювенальных технологий, передавать под опеку воспитателям, и тогда уже решение о стерилизации ребенка будут принимать они. Кстати, закон о принудительной стерилизации уже готов и передан в Госдуму. Ну, а в качестве развлечения, чтобы не было так скучно и одиноко, любой сможет заводить ребенка-робота или виртуального ребенка в компьютере. Вот. Об этом тоже говорится в дорожной карте. Но у нас опыт есть. Помните, одно время было повальное увлечение тамогочим. Вот будет у вас семья. Ювенальная система уже в Европе, вот, хотя она не даст соврать, считается одним из главных антидемографических показателей, поскольку дети, которые выросли в семье, зная, что они терроризировали своих родителей, угрожали им, пока не стали сами взрослыми, они своих детей заводить просто не спешат, это не нужно. Но для этого, наверное, предлагается, например, робот-ребенок. Вы знаете, что уже создан для, извините, сексуальных, у тех, движущихся и говорящих уже, эти самые куклы, стоит, она, правда, сейчас немного, японцы уже сделали, 7 тысяч всего долларов стоит, грозятся довести до тысячи и пустить в пассовое производство. Вот. Следующий этап – это робот-ребенок. То есть это такой, знаете, телесный вариант тамогочек, которым можно будет поиграть с тем семьями, которые отказались от детей. Ну, понякаться-то хочется, женщину не переделаешь. Нет, там на родительству надо будет сдавать экзамен. Нет, это само собой. Я уже говорил об этом, что на родительство, на право не только воспитывать, но и родить ребенка надо будет сдавать экзамен, который будет принимать заинтересованные лица. Да, ну и робот-няня, это вообще финал. То есть железяке доверить, собственно, воспитанию своего ребенка, первичное, когда закладываются у него все понятия добра и зла. Выработку вот этой новой стратегии, которую мы могли бы обратить главам различных государств. То есть Россия как основной инициатор этой повестки дня, как площадка, которая позволяет эту работу организовать. И по результатам ее работы, я надеюсь, что с этим может выступить даже президент России, когда приедет туда на день празднования Дня России 28 сентября, он бы мог выступить к международной общественности, к главам государств, новой инициативой формирования повестки дня в отношении детства, как основному стратегическому ресурсу человечества, который сегодня требует основных социальных инвестиций. Участие в выставке Экспо-2010 – это, собственно, и есть будущее. Будущее наших городов, будущее наших производств. Но самое главное – это будущее наших детей. В этом плане как раз наш павильон, он символизирует взгляд в будущее. И то, что, допустим, на понятном для детей языке обсуждались и описывались самые разные высокие технологии на русском и на китайском языке, мне, во всяком случае, показалось очень интересным. Пять лет назад мобильным интернетом пользовалось всего 10% европейцев. А сегодня 3G-сети накрыли всю обитаемую сушу, и полтора миллиарда человек регулярно выходят в сеть с телефона или планшета. Количество информации в интернете приблизительно 2 зетабайта. И в развитых странах сеть содержит информацию о каждом автобусном маршруте, каждом музейном экспонате и практически о каждом человеке. Все готово для победного шествия принципиально новых технологий, дополненной реальности. Сегодня большинство людей используют ее только в виде приложений к смартфону. Вы фотографируете здание, и телефон рассказывает вам, в каком году оно было построено и что находится внутри. Вы включаете GPS-навигацию и узнаете, какие поблизости есть кафе, и кто из ваших друзей по социальным сетям сейчас находится там. Рынок технологий дополненной реальности в прошлом году оценивался в 180 миллионов долларов. Но уже через 4 года вырастет до 5 миллиардов. Уже созданы первые очки дополненной реальности для массового потребителя. Вы наверняка купите их в следующем году. Усовершенствование реальности будет развиваться лавинообразно. Сегодня вы можете посмотреть через очки дополненной реальности на девушку, чтобы тут же найти ее аккаунт в Фейсбуке. А через пару лет вы сможете смотреть на своего любимого человека через очки и корректировать его внешность, превращая его в победителя всемирного конкурса красоты или в плюшевую мишку. Но если через 20 лет дополненная реальность станет совершенной, то захотим ли мы улучшать хоть что-то в реальном мире? Будут ли в 2050 году роботы-дворники? Или мы предпочтем не замечать мусор и вообще эмигрировать из дополненной реальности в сказочно прекрасный и полностью виртуальный мир? Где кончается обычная реальность и начинается дополненная? И будем ли мы замечать это разделение в будущем? К нам присоединяется Фиосов, преподаватель высшей школы экономики Кирилл Мартынов. Добрый день. Кирилл, представьте, в будущем мы научимся передавать и запахи, и тактильные ощущения. Что же тогда останется от обычной реальности? У нас осталось, наверное, последнее десятилетие старой доброй недополненной реальности. Надо как следует оттянуться, надо как следует насладиться вот этим последним по меркам исторического развития мигом нашей жизни в старом мире. И сейчас мы, когда мы приходим ужинать в ресторан, мы, по крайней мере, твердо уверены, что мы едим настоящую пищу, а вовсе не какой-то кибернетический продукт. Руслан, для вас самого есть разница, есть реальный продукт или... Конечно, есть. Пока есть. Для вас где граница между дополненной и недополненной реальностью? Границы, пожалуй, на сегодняшний день не существует, потому что, опять же, виртуальный мир, он настолько интегрировался в сегодняшнем дне уже в реальный, и что, пожалуй, только сам человек может выбрать, что это реальное или виртуальное, да? Если мы можем полностью переписать или в чем угодно поправить реальность, она остается реальной и дополненной или уже становится виртуальной? Знаете, мне кажется, на проверку мы столкнемся с каким-то другим феноменом, который в первом приближении, возможно, будет называться отретушированной реальностью. Если мы снабдим всех некими способами дополнить реальность, или, точнее, отретушировать ее, так, что бедность на улицах не видна. Причем самих бедных мы тоже снабдим. Вот будет такая государственная программа. Вот ты нищий, да, ты сидишь на улице, и ты не знаешь, что ты нищий, сидишь на улице в этот момент. Кажется, что ты сидишь на берегу моря. Да, кажется, что у тебя все хорошо. Совсем скоро мы покажем вам будущее, когда мы заменим все окна на интерактивные экраны и сможем выключать негодяев из своей дополненной реальности. Что будет пользоваться популярностью через 10-15 лет в очках, в линзах дополненной реальности? Что, по-вашему, люди будут покупать или скачивать? Я думаю, что социальные сети полностью будут интегрированы как раз и в очки в том числе. То есть это основные сервисы, которые сейчас заставляют двигаться. Вот как сейчас работает Foursquare, да, я прихожу, скажем, в ИГТРК, и здесь меня встречают аватары моих друзей, которые здесь уже были раньше, с которыми можно пообщаться и обсудить, чем они здесь занимались в прошлом и как им это понравилось. Так вот, искусственный интеллект, да, в сочетании с некими личностными чертами человека, очевидно, дадут нам систему полуавтоматических таких аватар, которые во многом будут автономны от нас и которые будут действовать от нашего имени, по нашему поручению, в различных точках пространства, времени и сети. Что произойдет, если человек начнет сливаться с машиной? Выясним, что объединение человека и машин – это на самом деле объединение людей друг с другом. Я думаю, что здесь еще все зависит от поколений, опять же, да. У меня сын, двух лет ему еще не было, снимает блог с айфона и прочее, да. И через некоторое время он сам сидит и уже там вот в своем двухлетнем возрасте, да, начинает просматривать фотографии, копаться даже в Ютьюбе и так далее. То есть для него это не какая-то… То есть проблема отцов и детей, она будет совершенно по-новому звучать, потому что не просто разные цели, разные ценности, а совершенно разные реальности. А какие-то простые действия в реальном мире мы разучимся делать? Журналы листать, двери открывать? Ну, вообще говоря, навык листания журнала, он достаточно уже по нынешним временам архаичный, да. И есть вот истории про детей, которые, играя с айпадами, да, они просто привыкают, что любая поверхность – это тачскрин. И они пытаются там, ну не знаю, подойти к оконному стеклу на даче и растянуть его там, увеличить картинку, да. Если мы подождем 5-10 лет, то мы этим детям сможем дать доступ в ту реальность, где они могут действительно любую картинку растянуть. Да, я думаю, да. Давайте попробуем представить, насколько это возможно, как же будет выглядеть для нас лично, потому что у каждого своя реальность будет. Я надеюсь, что человечество все-таки выберет реальную реальность, не виртуальную, а реальную, потому что она вкуснее, она интереснее, она насыщенней. Здесь есть все, да, а все-таки виртуальная реальность, она будет дополнять. Странно слышать от человека, который продает систему дополненной реальности, такую консервативную установку. В 2040 году мы столкнемся с тем, что человечество до определенного уровня будет объединено в некую глобальную социальную сеть. Интерфейсы этой социальной сети будут интегрированы человеку в мозг. Ну, я не знаю, насколько это будет личным выбором каждого человека. И главная особенность этой сети, в отличие от того, что мы сейчас видим, будет заключаться в том, что это не способ обмена картинками, фотографиями и лайками, а скорее способ обмена эмоциональными состояниями. Где при этом будет находиться дополненная реальность, я не знаю, но я точно знаю, что если настоящая дополненная реальность появится, то ее невозможно будет отличить от реальности. Итак, судя по нашей дискуссии, в будущем наша реальность, дополненная новыми идеями и технологиями, будет выглядеть так. В 2020 году очки для дополненной реальности будут такой же обыденной вещью, как сегодня мобильный телефон. Велосипедисты будут выводить на стекла карту города, преподаватели план лекций и имена студентов, а хирурги – расположение в теле пациента опухоли, которую предстоит удалить. Чуть позже дополненная реальность переберется с очков на контактные линзы и станет ближе, чем кожа. Она не просто будет нести информацию, она позволит корректировать мир по вашему вкусу. Одним кликом вы сможете перекрасить кремль в белый цвет, убрать пятно с ковра или изменить форму капота вашей машины. Но устройства для дополненной реальности будут взаимодействовать друг с другом. И значит, именно вы будете выбирать, как выглядит ваша прическа в глазах начальника. Могут ли встречные девушки прочитать статус «женат» на вашей странице в Фейсбуке? И кто пойдет на виртуальный день рождения вашей мамы? Вы сами или, похоже на вас, носитель искусственного интеллекта? В середине 30-х годов начнется активная разработка виртуальной реальности, в которой можно будет управлять не только картинкой и звуком, но и запахами, вкусами и тактильными ощущениями. Эта задача будет решена к 2050 году и не за счет комбинезонов и шлемов, а методами прямого воздействия на мозг. Консерваторы, как всегда, будут бороться с прогрессом и призывать людей оставаться в реальном мире, но их мало кто будет слушать, потому что к концу 21 века само разделение на обычную виртуальную реальность станет архаичным. Ведь реальность – это то, что люди создают вокруг себя. А используют они для этого дерево, кирпич или нули и единицы стандартной кодировки – всего лишь вопрос технологий. Это была программа «На будущее». Прогнозов много, но мы знаем, как будет. Увидимся! Продолжение следует...